Всем привет! Недавно говорил об одной из самых важных вещей для велосипедистов, которые катаются на улице этим летом. И это, конечно же, солнцезащитный крем. Я уже делал обзоры на солнцезащитную одежду. В приоритете лучше носить ее. Собственно, чем я сегодня займусь, на руки надену на рукавники. Не буду использовать солнцезащитный крем, но не всегда такое решение будет для всех идеально. Особенно, если учитывать то, что на рукавники одни, они стоят порядочно. Хотя, если по скидке, можно там от 10 евро найти. Но в любом случае, если вы катаетесь примерно каждый день, когда погода хорошая, то эти на рукавники, их не напасешься. И здесь выручает солнцезащитный крем. На что имеет смысл обратить внимание? Здесь всяческие вещества имеются. То есть, это продукт, который составлен в основном из всяких химических веществ. Некоторые из них обладают не самыми полезными свойствами. То есть, сначала делают, а потом исследуют. Ну, как, в принципе, и во многих вещах. Посмотрите, вакцины, например, тоже самое. Сейчас там совсем жесть. Кто-то и жизни даже лишается. Но хорошо, что процент не самый большой. Здесь, однако, имеются такие вещества, как диоксид титана или диоксид цинка тоже. Их стоит, конечно же, снизить, либо вообще в составе не иметь. Последнее, так сказать, последнее компромиссное решение в солнцезащитных продуктах, это наночастицы этого диоксида титана. И они вроде как лучше что-то, но лучше вообще без них. И если вы в Германии, то от ДМ или в Белоруссии и вроде имеете доступ к Польше, то, во-первых, в Польшу переезжайте лучше навсегда, а не оставайтесь в Белоруссии. Но если вы в Польшу периодически есть, там вроде есть ДМ-магазин. И я не спонсирован. Здесь он называется Sundance. И версия, внимание, для детей, Kids 50 и 50+, грубо говоря, версии. И только в ней сочетание того, что не должно быть в солнцезащитных кремах, действительно достигнуто. Странно, да? То есть для детей не применяют эти вещества, а в обычных кремах употребляют. То есть это то же самое, опять-таки, про лезис вакцин. Детям нельзя, взрослым можно, но не каждую из этих видов вакцин. Короче, хрень полная. В любом случае, этот продукт без октокрилена, кроме всего прочего. Вот и диоксид титан, диоксид цинк я уже говорил. И еще вот без октокрилена. Это вот то, что вот последний сейчас, последний писк исследований по этому поводу. Там не все черно-белое, согласен. Однако, все-таки, имеет смысл просто покупать без этого вещества. То есть, если есть такой выбор. И есть такие вот, по-моему, это как раз про октокрилен было. Что если данный крем будет год где-то лежать, то на следующее лето его уже нельзя использовать. Потому что там вот хорошие субстанции, они разлагаются и превращаются в плохие. И это все, конечно, ужасно. Поэтому я вот, в принципе, вот этот могу продукт посоветовать. На первом месте вот тут вода. А все остальное вот пошло. Я вот это сейчас даже прочитаю на камеру. Дитиламина-гидроксибензоилхексилбензоат. Елки-палки. Просто гигантские какие-то названия. Но вроде как это все лучше, чем оговоренные октокрилены и диоксиды там всякие. И да, после 80 минут, если вы даже плаваете в этом, то 50% всего эффекта до сих пор сохраняется. И вот здесь вот была бесплатная такая штучка. В единственном экземпляре. И эту штучку я ношу на работу. В том числе продукт веганский. Что это означает? Кроме того, что здесь нет бекона. Он еще не тестировался на животных. Тоже вроде как очень даже здорово. И в любом случае это вот то же самое. Только с собой брать. Кроме всего прочего, мы нашли еще один продукт. Тоже АДМ. Он называется Sundance 50+. Получается. И это просто вот помадка такая. И она тоже с защитным фактором. То есть она наносится обычно. И все. Там, как я не знаю, так делают что ли. Что-то растирают. Соответственно защищают губы. То есть губы, по-моему, они обладают одним из самых тонких кожных покровов. Если не ошибаюсь. Может такое быть? То есть там самая чувствительность. Соответственно кожу там потоньше. Наверное, чем в любых других местах. Могу ошибаться в этом плане. Но защитить те же самые губы имеет смысл. Сейчас я посмотрю, покажу. Вот на руке или на ноге лучше. Как вот он растирается чисто по качествам. Кто-то в комментариях писал, что плохое, плохие свойства. Но это продукт натуральный. И, пожалуйста, он растирается полностью. Его не видно. Насчет того, что пачкается. Так, у меня еще на пальце было тут. Насчет того, что пачкается одежда или еще что-нибудь от этого. Естественно. То есть, естественно, одежда будет пачкаться, если вы, как и я, долго работаете на улице, потеете. И постоянно все это трется. Это неизбежно. И здесь этот крем, он ничего не прибавляет, ничего не ухудшает. Ваши одежды, в принципе, будут грязные. Вы в любом случае испотеете. Так что все это можно будет отмыть. Касаемо каких-то желтых следов, я ничего такого, чего-то такого, да, сверхъестественного не заметил. В любом случае, ребята, так или иначе, либо солнцезащитный крем, какой у вас есть, какой у вас есть, реально, все вот эти октокоррилен, диоксид титана и прочее, это все компромиссные вещества, однако у них, в общем и целом, у солнцезащитного крема имеется плюс. То есть, лучше защититься от рака кожи, чем, не знаю, более, вообще низкая вероятность заболеть чем-то еще от указанных субстанций, там, не знаю, рак какой-нибудь в одном из тысяч случаев. Лучше вот так вот защититься в любом случае. В идеале, еще раз, механическая защита, то есть это одежда, да, одежда защищает лучше всего в этом плане. Используете очки с UV-фильтром, ультрафиолет и прочее, это все действительно важно, потому что солнце сейчас, оно, ну, нещадно. И я думаю, не стоит рассказывать о его пагубном воздействии на кожу человека. На этот счет есть куча примеров, как солнце может изменить человека. Это, конечно же, морщины, это просто уничтожение, грубо говоря, кожи, рак кожи и такое дело. Здесь, конечно же, было здорово иметь черную кожу. По-моему, у людей с черной кожей вообще рак кожи на просто низких самых показателях. И на солнце они находятся лучше всего. Здесь, конечно, для катальца на велосипеде лучше всего черную кожу иметь, но черную кожу не купишь. Да и это в плане велоспорта тоже не самый выигрышный момент, потому что, ну, на Tour de France ни одного чернокожего нет. И почему? Ну, потому что там, наверное, выдержка не самая большая. То есть у нас есть плюсы и минусы у каждой расы, скажем так. То есть у чернокожих они могут на солнце находиться. Вообще, грубо говоря, я видел людей, чернокожих у нас ходят, они куртку носят, им не жарко. Я потею, как не знаю что. И защищаюсь от этого солнца всеми возможными средствами. А им хоть бы хны. С другой стороны, выдержка у людей из белой кожи, судя по ультрамарафонам, Tour de France и другим видам спорта, больше. Но, опять-таки, не у всех. То есть если у тебя белая кожа, это не значит, что ты сможешь пробежать этот ультрамарафон. А если черная кожа, то да, это значит, что у тебя низкая вероятность получения рака кожи. Но, кем родились, как говорится, что думаешь ты по этому поводу, что используешь ты против солнца, может у тебя черная кожа. И, блин, это вообще, конечно, классно в этом контексте. Та-да.